Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавка считает, что за семь лет на Украине была полностью уничтожена сфера здравоохранения. Восстановить ее до уровня 2014 года можно только за счет полного уничтожения нынешней власти. Такое мнение Журавка высказал в интервью ФАН. Напомним, врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет коллапс, если она не решит вопрос с нехваткой мест в больницах для зараженных коронавирусом. Он уверен, что страна может столкнуться с проблемами, которые в самые страшные моменты пандемии испытывала Италия. Врач посоветовал властям не только создать коечный фонд, но и условия в больницах для работы с пациентами в тяжелом состоянии. В частности, необходимо провести в палаты кислород, подключить аппараты искусственной вентиляции легких, АЛФ, оксигенаторы, а также обеспечить персонал больниц средствами индивидуальной защиты. Александрин констатирует, что эпидемия коронавируса выявила множество проблем на Украине. Они касаются не только здравоохранения, но и жизнедеятельности государства. Алексей Журавка выразил уверенность, что с проблемами в медицинской сфере топоголовая власть Украины не справится. Он отметил, что в стране есть трудности у хирургов и травматологов. Также Киев не обращает внимания, что в стране существуют проблемы в лечении рака и сахарного диабета, утверждает собеседник Федерального агентства новостей. Во всех направлениях медицины у властей Украины сумасшедшая пропасть. А еще страшная ситуация из-за нехватки кадрового потенциала. Они сами его уничтожили реформой, которую навязал им заокеанский друг, США, можно говорить о многих факторах, из-за чего власти потеряли медицину. Напомню, семь лет Киев уничтожал ее, а рано или поздно приходит конец, пояснил Журавка. Кроме того, университеты, которые задействованы в подготовке медицинского персонала, также разваливаются, не давая качественное образование, подчеркивает собеседник Фан, по его словам, учителей и профессоров становится все меньше. Зарплаты у них мизерные. Работники образования не могут обеспечивать свои семьи. Политик полагает, что нужно восстанавливать медицину. Но власти этого не хотят делать. Дает ли Европа деньги Украине или нет, это – ответ на этот вопрос. Прим. Фан уже никак не поможет. Уже настолько все разрушено в медицине, что ничто не спасет страну. Хотя Украину может спасти только полное уничтожение этой власти. Ее представителей нужно выкинуть на свалку истории, а некоторых – в тюрьму. А позже нужно ожидать прихода грамотных и профессиональных людей во власть Украины. Для восстановления прежнего состояния медицины уровня 2014 года уйдут десятки лет, добавил экс-депутат. Ранее директор Киевского института сердца Борис Тодоров заявил, что из-за кадрового голода через несколько лет государственная медицина на Украине умрет. Он обратил внимание, что сегодня научные институты не занимаются наукой, а кафедры обучения – обучением, поскольку люди уходят с работы. Огромной проблемой для медицины специалист назвал эмиграцию, поскольку из некоторых университетов уезжает до 40% выпускников в первый год после завершения вуза. Редактор субтитров А.Семкин